всем привет дорогие друзья меня зовут александр и сегодня снова поговорим о миди клавиатурах точнее об одной миди клавиатуре от компании маудио серия кей стейшн мы уже смотрели маленькую клавиатурку 32 клавиши а это такой скажем средний размер 49 клавиш но клавиши здесь уже полноразмерные ширина белой клавиши 2 сантиметра а длина ну или глубина 13 сантиметров ну на мой взгляд это нормальные фортепианные клавиши может быть чуть меньше 49 клавиш это уже не совсем маленькая и компактная клавиатура на которой и развернуться то по сути негде это четыре полноценных октавы все еще конечно не полная клавиатура но тем не менее 61 клавиша еще бывает в этой серии и 88 ну 88 это уж совсем огромная клавиатура 61 ну тоже мне кажется для таких слабых музыкантов как я она излишне а 49 вроде как и 4 октавы нормально и достаточно компактная ширина клавиатуры 81 сантиметр а глубина всего 18 сантиметров то есть клавиатура компактная вес полтора килограмма на нижней стороне у нас находятся прорезиненные ножки тут какие-то технологические отверстия или углубления сзади если развернуть клавиатуру к себе задней стороной то будет слева направо замок кенгсингтона юсби би порт для подключения к устройствам джек 6 и 3 миллиметра для подключения педали сустейна и тумблер для включения и выключения питания в левую сторону клавиатура включена правую выключена справа от блока клавиш есть дополнительные органы управления как всегда два колеса pitch band который под пружиненное колесо и колесо модуляции оба колеса выполнены из матового пластика по центру есть углубление и ход достаточно плавный но в общем приятно с ними работать немного выше находится один ползунок он переназначаем и по умолчанию он управляет громкостью и три классических кнопки которые бывают у маудио плюс минус и чуть выше кнопка function плюс и минус переключают октавы по умолчанию а также различные другие функции и сама функциональная кнопка немного выше еще выше есть ряд дополнительных кнопок пятипозиционный джойстик кнопка стоп кнопка play и кнопка запись эти кнопки работают не во всех программах в комплекте с клавиатурой дается программное обеспечение какое-то наверное в нем эти кнопочки работают я думаю их при желании можно переназначить и заставить функционировать в любой рабочей станции чем мне нравится клавиатуры маудио я уже рассказывал в прошлых видео что при помощи вот этой функциональной кнопки и нажатия различных клавиш можно выбирать и настраивать различные функции поскольку здесь 49 клавиш они 32 есть некоторые дополнительные параметры например переключать октавы можно при помощи трех клавиш первой октавы фа диез соль диез и ля диез фа диез это уменьшить октаву соль диез поставить значение октавы по умолчанию и ля диез увеличить октаву делается это нажатием функциональной кнопки далее выбираем нужную функцию на самой клавиатуре и нажимаем но туда которая самая правая для подтверждения также как и на младшей модели 32 клавишной кнопки плюс и минус можно переназначить для этого у нас опять же есть функциональная клавиша если мы нажмем до диез то мы будем переключать октавы если нажмем радиес то будет функция транспонирования и если нажмем фа диез то будет выбор программы про саму клавиатуру я немножко не дорассказал она синтезаторного типа но достаточно упругая я так сказал бы если сравнивать с синтезаторами yamaha то здесь клавиатура более тугая ну и клавиши нажимаются ну на мой вкус достаточно приятно белые клавиши у нас глянцевые а черные матовые это тоже добавляет какого-то такого шарма я подключил клавиатуру как обычно к айфону хотел рассказать немножко про светодиоды у каждой из этих трех кнопок есть светодиод свой и светодиоды здесь более информативные по сравнению вот с младшей клавиатурой если у нас стоит среднее значение то просто горят два зелененьких если мы увеличиваем или уменьшаем октаву или вообще какой-то параметр на одну позицию то горит ярко один светодиод но если больше то соответственно правы если меньше левый далее еще одну позицию изменяем оранжевый цвет еще красный и красный мигающий если нажать обе кнопки то мы попадаем в значение по умолчанию ну и то же самое вниз только используется другой светодиод функциональную клавишу когда нажимаем на ней горит синий светодиод и например вот если мы используем программ change то клавиши уже оранжевого цвета но здесь просто подмигивает светодиод клавиши которую мы нажимаем если мы используем транспонирование здесь тоже показывает светодиоды но только у них яркость меняется вот плюс 1 плюс 2 зеленый ярче плюс 3 еще ярче плюс 4 он мигает плюс 5 уже оранжевый пошел то есть три яркостью оранжевого даже 4 до еще мигающий и красный ну то есть по состоянию светодиодов если есть остаток можно определить выбранное значение на мой взгляд это скорее плюс чем минус потому что она же не мешает энергии я думаю что светодиоды много не потребляют и поэтому это хорошая функция собрана клавиатура неплохо но если конечно ее пытаться скручивать это как бы получается корпус не очень крепкий наверное за счет этого клавиатура относительно легкая я не особо умею играть поэтому не буду портить вам настроение своей игрой естественно клавиши чувствительные к силе нажатия вначале об этом не сказал то есть здесь с этим все хорошо чувствительность как у всех миди клавиатур м аудио можно тоже настраивать выбирать один из вариантов давайте подведем небольшие итоги из плюсов клавиатура достаточно компактная легкая при этом клавиши полноразмерные и довольно таки удобные играть на них ну по крайней мере мне приятно есть разъем для педали сустейна и питается клавиатура только от юсби это наверное не совсем достоинство потому что если вы используете мобильное устройство то она высасывает из этого мобильного устройства энергию не хватает миди разъема обыкновенного 5 пинового это бы немножко могло расширить функциональность и какого-нибудь отсека для батареек или внешнего блока питания но клавиатура стоит 10 тысяч рублей плюс-минус можно найти где-нибудь за 8 в хороших местах и мне кажется что по меркам сегодняшнего рынка это недорого вот такой вот получился у нас сегодня обзор напишите в комментариях какие миди клавиатуры вы используете подписывайтесь на канал ставьте лайки и до новых встреч ширина белой клавиши 2 сантиметра а длина 17 сантиметров чего 2 может 213 213 до это 4 4 же 49 раз два три до колеса блин колеса нельзя говорить или может это не что-то ской лучше не но я думаю при желании их можно переназначить в любом но при желании я думаю их можно переназначить и заставить работать в любой до как то называется рабочая станция заставить работать в любой рабочей станции я забыл как называется еще по-другому работать а ну давай функционировать я думаю их при желании можно переназначить и заставить раб из недостатков чего мне не хватило нет сначала из плюсов да из плюсов и достат я достаточно так люблю полноразмерные да я сказал и даст